Всем привет, ребята! Как вы знаете, я купил новую механическую клавиатуру на замену своей старой мембранной клавиатуре. Моя старая мембранная по-прежнему работает, но при этом появились некоторые причины, по которым я захотел резко ее заменить. Об этих причинах я расскажу вам немного позже. Но в целом, даже без особых причин, обновление оборудования это всегда хорошо. Это улучшенные результаты в работе и спорте, это новые хорошие ощущения, это более высокое качество и так далее. Я такой человек, мне обычно очень тяжело решиться на новую дорогостоящую серьезную покупку, которой и является эта клавиатура. И без особых причин я бы на это не пошел. Ну, о этих причинах немного дальше. Покупка на самом деле довольно дорогостоящая. Эта клавиатура стоит 7500 рублей. Почему же я выбрал именно ее? Ну, во-первых, это, конечно, цена. Несмотря на то, что в целом это дорого, по сравнению с другими механическими клавиатурами на хороших свечах, эта клавиатура является самой дешевой. То есть вы можете взять, зайти на сайт магазина, написать механические клавиатуры, отсортировать по цене. И если смотреть только на клавиатуры со свечами MX Cherry, не знаю, видно вам вот MX Cherry, то эта клавиатура будет самой дешевой. Самой дешевой из тех, которые имеют более 100 клавиш. Там была еще Corsair, она еще дешевле была на таких же свечах. Но там не было нампада. А нампад мне очень важен. Итак, давайте же посмотрим, что внутри. Очень волнительно на самом деле. Здесь написано, внимание, опломбировано не вскрывать. При вскрытии... при попытке вскрытия проявится надпись. Мне очень интересно, какая надпись должна проявиться. Я думаю, это для работников магазина. Но ко мне это не относится. Я же могу вскрыть товар, который я купил. Вау! Коробка выглядит такой, как будто бы она никогда не вскрывалась. Так, посмотрим. Что у нас здесь? Да, действительно. Я заметил интересную особенность. Сейчас вам о ней расскажу. Для начала я достану все пакетики. И мы просто посмотрим на клавиатуру. Итак, смотрите. Обратите внимание, пожалуйста, на форму кнопки Enter и на форму кнопки Shift. Вот здесь вот слева. Видите эти клавиши? Теперь я закрою коробку. И посмотрите на изображение наверху. Смотрите, какой здесь Shift и какой здесь Enter. Я так понимаю, эти расхождения в форме и размере клавиш происходят из-за того, что они меняют их для русской раскладки. То есть, видите, здесь у нас Яцукин, и вот русские буквы присутствуют. А на картинке сверху русских букв нет вообще. То есть, это то, как клавиатура выглядит для англоязычных пользователей. Я так понимаю. А для российских, ну или русскоязычных, наверное, в целом. Я не знаю, конечно. Для русскоязычных она начинает выглядеть вот так. Вы можете сказать, что вот, магазин меня обманул, и теперь я должен быть недоволен, ведь я хотел, чтобы клавиатура выглядела вот так. На сайте интернет-магазина, кстати, они тоже вот такие фотографии размещают. Но я зашел на еще один сайт, и там уже фотография была настоящая. И вот настоящая фотография полностью совпадает с тем, как выглядит моя клавиатура, как вы можете заметить. И учитывая тот факт, что я был уже в курсе о том, что она будет выглядеть именно так, я нисколько не расстроен. Я покупал именно вот такую клавиатуру, вот с такой вот формой кнопки Enter и вот с таким шифтом. Это полностью совпадает с моей текущей клавиатурой от Logitech. Совпадает с формой клавиш на моей текущей клавиатуре, я к этому привык, и именно это мне и нужно. Меня это полностью устраивает. Что еще сразу бросается в глаза? Медийные клавиши, кнопка функция, и медийные клавиши замутить звук, громкость минус, громкость плюс, и вперед-вперед, пауза, назад. Очень удобно. Здесь нет дополнительных мультимедийных клавиш, они объединены с кнопками F6, F7, F8, но мне кажется, что это вполне удобно. На моей предыдущей клавиатуре эти кнопки были вынесены отдельно, но я не думаю, что это проблема. Все выглядит прекрасно, и за то время, что я держу эту коробку открытой, я еще ни разу не нажал ни на одну клавишу. Я просто боюсь. У меня просто мега волнение, я боюсь узнать, каково это нажимать на механическую клавиатуру. У меня никогда не было опыта взаимодействия с механической клавиатурой, я ее даже не видел вживую. Никогда. Ни у кого из моих друзей, из моих родственников, или других людей, не было механической клавиатуры. Это самая первая клавиатура, которую я вижу, которую я держу в руках. Ну, вот я трогаю ее, но я еще не нажал. Я еще ни разу не нажал ни одну кнопку. Число нажатий на данный момент ноль, и это так волнительно. Первое нажатие, как первый поцелуй, так страшно. Что ж, давайте я извлеку клавиатуру из коробки. Все, USB. Very good, nice. Что еще интересного мы можем найти на коробке? Здесь надпись «Стандартная гарантия HP сроком на 2 года», со звездочкой. Не знаю, что означает звездочка, но ладно. А также ее вес 900 граммов, плюс-минус 50, размеры и совместимость. Microsoft Windows 10. Ой, очень интересно, а на семерке что, не заработает клавиатура? Вот это косяк, вот это я попал. Ну вот, придурки, почему не написать просто Microsoft Windows? Вот просто напишите Microsoft Windows. Очевидно, что клавиатура будет работать на любой винде. Я не знаю. Ну, глупость. Итак, продолжаем обзор. Провод у этой клавиатуры в такой оплетке. О, это выглядит очень серьезно на самом деле. Абсолютно не идет ни в какое сравнение с проводами, которые имеют моя текущая клавиатура и мышь. Это просто оплетка из ткани. Выглядит очень элитно на самом деле. Выглядит очень классно. Это не похоже на провод, это похоже на канат. Или на веревку. Ну нет, не на веревку, на трос. Ну, на канат. Я слабо разбираюсь в терминологии, но вот вы поняли, да? Он прям такой тканевый, невероятный. Длина провода. Ну, я думаю, она у всех всегда стандартная. Даже думать об этом нечего. Я даже не буду замерять длину провода. Это не имеет значения для меня. Так, что у нас здесь? Клавиатура кажется довольно тяжелой. Да, то есть 900 грамм, как мы выяснили. Мне кажется, что она тяжелее моей текущей клавиатуры. Но это и не удивительно, ведь каждый свитч наверняка содержит в своей конструкции множество плотных и жестких, крутых, качественных элементов из различных веществ, в том числе и из металла. Тем самым вес клавиатуры повышается. Тут же более сотни этих самых свитчей. Интересно, забавно, прикольно. Надпись Omen. Это, кстати, про дизайн еще, да? Давайте немножко про дизайн. Кнопки V, A, S, D раскрашены красным цветом. Ну, они просто красные. Довольно прикольно. Ну, меня это не смущает, но мне это и не важно. То есть, мне это и не нужно, и мне плевать, да, на это. Но в глаза, конечно, бросается. И вот здесь вот, справа сверху надпись Omen и вот эти индикаторы NumLock, я так понимаю. NumLock, CapsLock, да? Вот, NumLock, CapsLock. И третий, без понятия что, нарисована буква W. Что это может значить? Я даже не знаю, может быть, что-то Windows или какие-то приколы. Все стандартно. И, знаете, все в классическом стиле. Мне это очень нравится. Что ж, я хочу прямо сейчас попробовать что-нибудь попечатать. Ну, точнее, сделать вид, что я печатаю и понажимать эти клавиши впервые в жизни. Прямо сейчас на ваших глазах. Поехали! Вау! На самом деле полностью отсутствует тактильный отклик. Красные свечи. 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 Продолжение следует... 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 Вау! Ох, вот это щелчок! Очень громко щелкает, невероятно громко! Продолжение следует... Я даже не знаю, буду ли я ими пользоваться, потому что на моей текущей клавиатуре они всегда были сломаны, и я работал в положении, ну просто без ножек, без... Ну как их подставки, я даже не знаю, как их назвать... Я работал без них! Что ж, ну ощущается это очень элитно! Вот для меня невероятно элитно! Я слышал отзывы об этой клавиатуре, кто-то из знакомых стримеров ее купил, и говорили, что чувствуется некачественность, чувствуется дешевость... Я вообще не понимаю, как и где! Для меня это просто как будто бы, ну я не знаю, клавиатура из NASA! Ах, блин, чуть не забыл! Еще же, нам в коробке положили всякие приколы! Надо быстренько посмотреть, что здесь! Итак, здесь, по всей видимости, наклейки! Наклейки с логотипом? Или что-то? Там липкая поверхность, и да, это, кажется, наклейки, две штуки! Ну, классно, мне нравится! После того, как я воспользовался наклейкой от MSI, когда собирал свой компьютер, мне кажется, что это довольно приятный бонус! Продукт Notices! Заметки по продукту? Или как? Какой огромный текст! Где русский язык? О, нашел! А, нет, это украинский! Спрощена заява про видповидность до державных вымок! Ладно, украинский сложнее, чем кажется! Уведомление о заменяемой пользователем батареи! Здесь нет никакой батареи! Короче, это скучнейшие уведомления про какое-то неважное дерьмо! И последнее, наверное, самое интересное... Красивая бумажка! Что тут сказано? Для получения дополнительных сведений о настройке клавиатуры, перейдите по адресу www.hp-support Исследуйте инструкции! То есть, для того, чтобы сообщить о том, что инструкция находится на сайте, они сделали целую вот такую огромную бумажку, красивую! Просто для того, чтобы объяснить, что информация на сайте! Ладно, из того, что было в коробке, единственная полезная нормальная вещь, это наклейки! Все, остальное вообще какая-то фигня вообще ненужная, неинтересная! Только время потерял! Что ж, я думаю, здесь мы закончили! Перейдем к непосредственному сравнению новой и моей текущей клавиатуры! Итак, господа, сравнение, прям сравнение! Первое, что мне бросилось в глаза, это то, что новую клавиатуру от HP нельзя вообще переместить по столу практически! Она просто не катится за счет резиновых прокладок! Здесь же они уже давным-давно уничтожены! Клавиатура из 2000... Блин! А из какого она года? Погодите! Я посмотрел, моя старая клавиатура из 2007 года! Называется она Logitech Elite Media Keyboard Y-Defiz BN52! Вот так она выглядит, если кому интересно, мембранная клавиатура из 2007! Сейчас у нас 2021, можно даже сказать, почти 22! Получается, этой клавиатуре уже 10 плюс 2 плюс 3! Получается, 15 лет... 14, дефиз, 15 лет этой клавиатуре! Примерно так! Так что тут нет уже ничего удивительного в том, что у нее нет резиновых прокладок внизу! Что еще сразу бросается в глаза? Это, конечно, размер! Давайте измерим, сколько высота у этой клавиатуры! Ну, или ширина, точнее... Нет, длина... Нет, ну вы поняли! В самом широком месте 22 см! А сколько будет у HP? 15 см по всей ширине! Вот это да! Давайте еще сравним длину! Logitech 49, HP 45! Довольно забавно! Думаю, первое время мне однозначно будет непривычно пользоваться этой клавиатурой, даже учитывая просто тот факт, что ее габариты значительно меньше! Давайте сравним кнопку Shift! Ровно 2 см у Logitech и 1,8 см у HP! Здесь Shift даже еще короче! Но меня это не тревожит! В целом, моя Logitech Elite Media Keyboard имеет очень много особенностей, которые отличают ее от дефолтных классических клавиатур! У нее множество вот таких вот дополнительных кнопок, вот тут вот Zoom, Favorite, Home, калькулятор и сон, а также медийные клавиши, и все их можно биндить даже в играх! Они в играх просто имеют наименование F13, F14, F15, F16, F17, F18, F20 и так далее! То есть их можно использовать вообще в любых задачах! Теперь, конечно, мне придется придумывать, как с этим работать! Учитывая, что эти кнопки я, конечно, иногда использовал! Также отличается форма кнопки Delete и расположение всех соседних кнопок, таких как Print Screen, Pause и Insert. Здесь совершенно по-другому! Я этими кнопками пользуюсь совсем не часто, а значит, не думаю, что это будет мне мешать! Как я уже сказал, на клавиатуре от Logitech медийные клавиши вынесены отдельно, вот они сверху здесь, такое вот отличие будет! Ну и, конечно, форма кнопок F1, F12 и Escape! Как вы видите, на клавиатуре от HP они имеют абсолютно обыкновенный вид, ничем не отличающийся от остальных клавиш! Но здесь же эти кнопки выполнены, видите, в круглом виде! Я бы не сказал, что это удобно или неудобно! Как по мне, это просто отличие, которое никак не влияет на использование! Это просто дизайн и все! Сразу отвечу на ваш вопрос! Да, клавиатуру я не чистил никогда! Последний раз ее чистила моя бывшая девушка примерно в 2017 году, в 2017 или 2016! Получается, клавиатуру я не чистил около 5 лет! И да, я осознанно этого не делал, потому что это очень сложно и это очень долго! Я очень рад, что мне и не придется теперь этого делать, я просто начну пользоваться новой клавиатурой, у которой, кстати, кнопки не опущены! Обратите внимание, я не знаю, видно ли вам с того ракурса, но в клавиатуре от Logitech каждая кнопка, а точнее все кнопки, опущены относительно основной поверхности клавиатуры! И из-за этого туда в особенности набивается грязь, пыль и мусор, который еще сложнее достать! Его даже без снимания клавиш оттуда не вытрясти! Ну хотя я и этого не делал! Ну ладно, ну и наконец подходим к самому главному! Почему же все же я резко взял и принял решение приобрести новую хорошую качественную клавиатуру? Со временем становится все сложнее улучшать свои киберспортивные достижения, и это, конечно, неизбежно ведет к появлению негативных эмоций! И одно дело, когда ты винишь в этом себя и тем самым мотивируешься на новые свершения, на старания, на тренировки, но совсем другое дело, когда неудачи связаны с плохим оборудованием! Это вообще недопустимая ситуация и вызывает огромный тильт, поэтому как только я столкнулся с этой проблемой впервые совсем недавно, я решил, что покупаю новую клавиатуру, чтобы избавиться от этой проблемы! Обратите внимание вот на эту кнопку, на кнопку А! На самом деле этой проблеме подвержены и другие клавиши, но именно на этой это проявляется максимально сильно! Итак, бывает такая ситуация, когда мы нажимаем на клавишу не по центру и даже не близко с центром, а случайно промахиваемся, но не сильно промахиваемся, а немного, и нажимаем на край! У меня это постоянно происходит в моменты занятия киберспортом! И посмотрите, что происходит! Клавиша, вместо того, чтобы нажиматься, все равно начинает изгибаться, ну не изгибаться, она начинает наклоняться, вот она наклоняется! И смотрите, какое огромное усилие нужно, вот я уже жму, все сильнее и сильнее, какое огромное усилие нужно в таком случае для... Вот сейчас вообще застряло, я сейчас давлю со всей силы, вы этого, конечно, не видите, вы не можете этого понять, но я очень сильно давлю, чтобы нажать эту клавишу! И в моментах, где нельзя допустить ошибку, и где ты сам практически не ошибся, ну в чем заключается ошибка? В том, что ты немного не на то место в клавиши нажал, конечно, это не ошибка, но ваше движение испорчено из-за клавиатуры! Я понял, что вот, она не жмется, все, пожалуйста, смотри, она не жмется! И этому подвержены здесь, наверное, почти все клавиши или многие! Вот, например, кнопка S также, вот, пожалуйста, вот, застревает, 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 застревает! И любая другая клавиша, это просто либо старость клавиатуры, либо изначально у нее конструктивные особенности приводят к таким проблемам! Раньше я такого не замечал, а сейчас стал! Ну, может быть, она протухла от старости, или я не знаю, что еще случилось! Особенно это проявляется вот здесь, потому что тут большое пространство, вот тут большое пространство между клавишами, палец хорошо помещается! И, в целом, это удобно нажимать с этого края! Это вполне удобно нажимать с этого края! Но, когда ты прикладываешь усилия, направленные не горизонтально вниз, сразу же происходит застревание! Конечно же, в целом, механическая клавиатура будет лучше для киберспорта! Это бесспорно! То есть, все профессионалы играют на механических клавиатурах! И вместе с тем, даже на мембранной можно добиваться хороших результатов! Но вот эта причина заставила меня просто взять и мгновенно, даже без донатного сбора, вы можете заметить, что я не устраивал донатный сбор, потому что я просто не мог ждать и продолжать руинить из-за этой клавиатуры! Я просто взял и купил новую! Вы спросите, откуда же у меня деньги? Ну, отвечу честно, я живу очень скромно и абсолютно не трачу деньги на фигню, только на гречку! Поэтому у меня всегда есть возможность приобрести любое оборудование мгновенно, если мне этого захочется и если я буду видеть в этом срочный смысл! Ну и, конечно, это стало в любом случае возможно только благодаря поддержке аудитории! То есть, это не только моя заслуга, что я так мало трачу! Огромное спасибо всем, кто поддерживает, даже если отсутствует донатный сбор! Только благодаря этой поддержке у меня есть возможность просто, ну, с накоплений взять и купить клавиатуру за 7500! Спасибо, господа, друзья! Итак, переходим на вторую клавиатуру от HP, и я хочу иметь возможность нажимать на любую клавишу под любым углом и в любом месте! Ну, в любом месте клавиши! И я хочу, чтобы она нажималась вертикально вниз, то есть, даже если я приложу усилие по диагонали, я хочу, чтобы она нажималась! Давайте попробуем! Никаких проблем! Она нажимается абсолютно плавно, как бы я ни старался! Легкость нажатия очень высокая, ну, то есть, очень легко нажимается, поэтому такая ситуация, как на моей прежней клавиатуре, просто невозможна! Я полностью получил то, чего я хотел! Эта проблема решена, устранена, исправлена навсегда! Ну вот, я сижу, тыкаю уже несколько минут, и я просто не могу сделать, чтобы хоть одна клавиша хоть чуть-чуть застряла! Думаю, здесь все очевидно! Оу май факин гад! Это подсветка! Я как-то про нее даже забыл, и когда клавиатура засветилась, я просто охренел! Посмотрите, как это выглядит! К сожалению, моя камера не так хорошо передает этот цвет! Я постараюсь потом на монтаже сделать цветокоррекцию, чтобы было красивее, но смотрится уже сейчас очень-очень прикольно! Очень красиво, я бы сказал, элитно! Клавиши V, A, S, D светятся белым, а все остальное светится красным! Я думаю, там есть варианты, разные варианты подсветки! Я уверен, что в официальном программном обеспечении от Omen можно настроить разную подсветку и все такое, но я даже не думаю, что я буду его устанавливать! Во-первых, я не установлю его на свой любимый Windows 7! У меня установлен Windows 7, и я просто не смогу установить эти приложения, которые только для десятки, на свою винду! Но зачем, если все уже работает? То есть, все, уже, видите, уже пуск запускается, клавиатура светится! Что интересно, я заметил, через переходник на PS-Drop2 не получается заставить клавиатуру работать! То есть, я просто беру, вставляю свою USB-клавиатуру в этот порт, и вот эта клавиатура механическая не работает! Работает только моя прежняя от Logitech! Так что, получается, если бы у меня была только вот эта клавиатура, то я бы не смог установить Windows диска! Потому что я бы не смог управлять своей системой с этой клавиатуры! Ведь она не работает на PS2! Понимаете, о чем я, да? Я обязательно оставлю свою старую клавиатуру как запасную, и буду с помощью нее устанавливать свой любимый Windows 7 на свой компьютер! Ну, когда понадобится переустановить Windows! То есть, я обязательно оставлю и этот переходник PS2, и старую клавиатуру! Что ж, ну вот мы и в Half-Luffy! Я поиграл примерно уже 2 часа без перерыва, поделал всякие трюки и попрыгал для того, чтобы хоть немного научиться и понять, как вообще играется на этой клавиатуре! За это время я уже успел отметить для себя несколько моментов! Во-первых, это очень непросто! Очень непросто менять клавиатуру после того, как ты пользовался одной и той же на протяжении 15 лет! А теперь все конкретно иначе! Какие проблемы я могу за эти 2 часа для себя уже сразу выделить? Первое, это, конечно, случайные нажатия! Вот, я просто кладу большой палец по обыкновению на пробел! Обычно так я и играю в Half-Luffy! И я даже не замечаю, как в процессе передвижений пробел нажимается! Тактильного отклика нет! И пробел просто в определенный момент нажимается под весом моего большого пальца! Требуется очень маленькое усилие! И случайные нажатия на пробел просто меня настолько преследуют! Я, ну, это создает огромные препятствия в Банихопе! Также присутствуют случайные нажатия и на другие клавиши! Например, стоит мне ладонью нажать Ctrl и мизинец опускается на Caps Lock и тоже я случайно нажимаю! Может быть, со временем я смогу без проблем справиться со всеми этими трудностями! Но на данный момент, конечно же, это мне руинит! И еще одна проблема – это форма клавиш! Вы можете заметить, какая форма была у клавиш на моей старой клавиатуре! А в частности, у кнопки Ctrl! У нее края довольно сильно скруглены! И за счет этого, ну, было довольно комфортно ее нажимать! Здесь же края невероятно острые! И кнопка Ctrl банально впивается в мою ладонь! Я нажимаю кнопку Ctrl очень часто! И усилие, которое прикладывается ладонью, довольно высокое, а кнопка острая! Эти два факта вместе складываются в довольно неприятную ситуацию! Ну, скажем так, больно бывает! Я еще привык нажимать Ctrl так сильно, никогда не ограничивал себя в этом! А теперь проблемы! По поводу непосредственно банихопа и остальных трюков! С этим все довольно хорошо! Скорость набирается, дискомфорта не ощущается! То, что нужно! Давайте сравним звучание или шумность двух клавиатур в реальных условиях! То есть на стриме, во время скоростного прохождения Half-Life 1! Настройки микрофона у меня абсолютно обычные, которые у меня стоят всегда! Сперва затестим механическую клавиатуру HP! А теперь мембранная от Logitech! Какая из них шумнее, решать вам! Но по моим личным субъективным ощущениям, шумнее механическая клавиатура, чем мембранная! Наверное, уже пришло время застримить с этой клавиатурой и проверить ее в реальных условиях! Все свои мысли, ощущения и рассуждения по поводу нее я вам уже рассказал и в рамках этого видео, наверное, мне нечего добавить! Возможно, чтобы этот обзор был более полноценным, мне следовало бы ее разобрать, посмотреть на свечи или хотя бы снять клавиши! Но я вот беру и тяну клавишу вверх, прямо при вас, вот смотрите, я беру и тяну клавишу вверх, она не снимается, я без понятия, как их снимать! И, если честно, я даже не хочу пробовать это делать! Вот, посмотрите, под каждой клавишей находится свой светодиод! Вот тут его видно хорошо! Я не знаю, как клавиши снять, наверное, я впервые разберусь с этим, когда буду их чистить! Ну, если я вообще буду, конечно, это делать! Может быть, если будут какие-то новости, я напишу об этом в комментариях и закреплю! Ну, если, например, клавиши отвалятся или еще что-нибудь, ну, понимаете, о чем я! О! Случайное нажатие! Пожалуйста, вот сейчас было случайное нажатие 4 FPS-кнопки! Ctrl мне впивается в руку и просто разрезает, просто мне разрезает кожу на руке клавиша Ctrl! Я ее реально спилю! Если так дальше пойдет, я тельтану! Я куплю напитник и сточу эту кнопку и все это! О! Пробел нажимаю! Я не могу играть! О! Я не могу найти клавиши на клавиатуре! Я пробел нажал! Я не могу играть! Получается, все! Получается, это конец, господа! Я говорю, надо как будто заново учиться играть полностью! Да, это болезненно! Я не знаю, как описать эти ощущения, как будто бы, блин, я не знаю, как будто бы вы в другом теле оказались! TrueRiteS, не мог бы ты, пожалуйста, помочь мне и рассказать, где ты держишь пробел, когда играешь в... О! Я нажал пробел! Я нажал пробел в момент прыжка, все! При том, что я и даже не нажимал его! Стрим испорчен! Черт! Так неожиданно и неприятно! Так теперь клава мешает больше, чем раньше! Придется... Вот что это? Это я прыжок нажал! Это я прыжок нажал на пробел! О, клавиатуру! Ой, то есть пробел нажал! О, еще раз пробел нажал! О, нажал 4 кадра! Это вообще невозможно! Куда я нажал? Другое расположение клавиш! Я не могу попасть по клавише вообще! 6 часа позже... Краш игры... О, все! Сори, Джипи! Я не знаю, как играть! Это невозможно! Кейборд это такой шип! Абсолютно шип! Импосимо шип! Кейборд это такой шип! Спасибо, ребята! Всем пока! Друзья, заметил очень интересную проблему с этой клавиатурой! Когда я запускаю компьютер, стоит мне нажать на любую клавишу во время загрузки Windows и система полностью зависает! Давайте я вам это сейчас продемонстрирую! Включаю компьютер! Смотрите, клавиатура должна засветиться! Вот, она засветилась! Здесь у нас все нормально, загрузка пошла! И давайте я нажму! Я нажал на пробел! Я нажал только что на пробел! И запуск... 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 Запуск Windows полностью остановился! Смотрите! И теперь ничего нельзя сделать! Я вообще не знаю, с чем это связано! Единственный способ это починить, это Hard Reset! То есть я вынужден зажимать кнопку включения, чтобы экстренно выключить компьютер! Давайте попробуем зайти в BIOS! Я зажму кнопку Delete! В BIOS зайти я смог! И также я могу здесь нормально управлять с этой клавиатуры, видите? Давайте сейчас я вам продемонстрирую, что происходит в тех же обстоятельствах, когда я использую клавиатуру, подключенную по PS2! Запуск с Windows... Запуск с Windows... Я нажимаю что угодно, никаких зависаний! Все нормально запускается! Клавиатура работает! И вторая тоже! Обе клавиатуры работают без труда! То есть почему-то на моей USB-клавиатуре механической есть такая проблема, что невозможно нажимать кнопки во время загрузки операционной системы, иначе все зависает! Это очень странно! Но после того, как все загружается, она начинает работать идеально, нормально, как и должна! Вот давайте я вам покажу! Вот сейчас она светится, вот запуск, видите запуск? Вот она потухла, она потухла, видите? Еще раз потухла! Ждем запуска Windows! Вот Windows запустился уже почти, она снова зажигается, загорается, и уже все работает, можно нажимать! А если до того, как она потухнет при загрузке системы, нажать кнопку, то все к черту зависнет! Это так странно! Я не знаю, с чем это связано, но, наверное, и не обязательно об этом знать, потому что клавиатура в целом работает нормально, и слава богу, у меня есть запасная на PS2! Так что можно не париться, смириться с этим, я думаю! Ну, вот такой вот интересный момент! И снова здравствуйте, друзья! Я хотел опубликовать этот обзор еще месяц назад, как только я купил эту клавиатуру, но мне дали отличный совет, который сможет улучшить данное видео в несколько раз. Попользоваться клавиатурой какое-то время, и потом записать уже отзыв на основании своего полученного опыта. Я решил, что это отличная идея, и вот мы встречаемся спустя месяц, то есть купил я клавиатуру 26 ноября, сегодня 28 декабря, то есть ровно один месяц и два дня. Очень прикольно получилось! И вот спустя месяц пользования этой клавиатурой я смогу рассказать вам намного больше интересных вещей, чем я рассказал в предыдущей части обзора. Я много раз менял свое оборудование на более новое, наверное, самый показательный и главный пример – это моя мышь. Вот у меня здесь мышь Logitech G403, которой я пользуюсь, до этого у меня была мышь Logitech G102, а до этого простая офисная. И я хочу вам сказать, что при всех этих переходах на новую мышь я никогда не сталкивался с большими сложностями. Я привыкал, наверное, полностью примерно за один день, то есть максимум один день, и все, я с комфортом уже пользуюсь, играю и ставлю новые рекорды. В общем, дискомфорта не было, да и вообще никогда подобного дискомфорта не было, который я испытал. Но это было невыносимо. Я думаю, наверное, вы понимаете, о чем я говорю, и это было самое сложное привыкание к новому оборудованию, которое у меня только было в жизни. То есть я пользовался 15 лет мембранной клавиатурой, и здесь вот эта невероятная легкость нажатий, вот это отсутствие тактильного отклика порождало просто невероятное количество ошибок, случайных нажатий и просто дискомфорта. Вообще основных проблем, наверное, было 4. Это другие свечи, да, со всеми вытекающими из этого отличающимися характеристиками, другая форма клавиш, другое расположение клавиш и другая высота клавиш. Вот, наверное, эти 4 момента очень сильно мешали, и мне потребовалось, ну реально, несколько недель для того, чтобы выйти на свой прежний уровень игры и комфортно ощущать себя с этой клавиатурой. Что же я еще узнал интересного об этой клавиатуре за прошедший месяц? Давайте я буду показывать вам вблизи с помощью моей камеры. Сочетание клавиш функция плюс некоторые другие клавиши делает очень интересные штуки. Давайте для начала. Функция плюс стрелочки меняет уровень яркости клавиатуры. То есть функция плюс стрелочка вниз убавляет яркость подсветки до полного выключения. Функция плюс стрелочка вверх добавляет. Все очень просто. Здесь три уровня. Дальше. Функция плюс F12. Функция плюс F12 отключает кнопку Windows. То есть после того, как я нажал функция плюс F12, я нажимаю Windows. Видите, да? Я нажимаю, но ничего не происходит. Тоже очень удобная вещь, чтобы не портить себе опыт в играх. Дальше. Функция плюс кнопки. Один, два, три, четыре, пять. Это очень интересная история, кстати. Я случайно нажал функция плюс какая-то из этих кнопок, и у меня поменялась подсветка. Но я не знал, как вернуть ее назад. Я не знал, какую комбинацию клавиш я нажал. Я смотрел руководство пользователя в интернете. Я смотрел у себя в документации из коробки на эту клавиатуру. Нигде не было гайда, и мне пришлось просто перебирать все подряд сочетания клавиш, чтобы выяснить, как вернуть мою прежнюю подсветку. Оказалось, все довольно просто. Сочетание клавиш функция плюс от одного до пяти. Давайте кратко расскажу и покажу все. Функция плюс один. Это обыкновенное свечение без анимации. Дальше. Функция плюс два. Это медленное нарастание, а потом затухание. Даже не знаю, как это назвать. Вот, смотрите. Оп, потухло. Опять загорается. Медленно затухает. Дальше. Цифра три. Это, как сказать, мерцание такое слева направо. То есть, слева направо переливается клавиатура красным светом. Ну, то есть, просто волна такая идет. Ничего особенного. Потом цифра четыре. Это то же самое, только справа налево. Конечно же, мне эти все анимации не нужны. Я просто пользуюсь обыкновенной подсветкой, чтобы лучше было видно клавиши. Ну, это удобно. Но вот такие излишества мне ни к чему. Дальше. Цифра пять. Это, наверное, самое эпичное. Это волна, расходящаяся от нажатой кнопки. Поглядите как. Опа. Вот отсюда лучше. Волна, расходящаяся от нажатой кнопки. Это, конечно, эпично, но слишком отвлекает. Ну, меня лично. И последняя цифра шесть. Это просто подсвечены кнопки стрелочки и VASD. Больше ничего. То есть, только кнопки и все. Посмотрим, есть ли еще что-нибудь. Нет, все. Нажимаю на семерку. Уже ничего не меняется. Видите, все. От одного до шести. И если два раза нажать единицу, то подсветка просто выключается. То есть, ну, функция плюс единица. Вот она включилась. Еще раз нажимаю. Вот она выключается. То есть, все очень просто. Для себя я выбрал простое свечение без анимаций. И яркость я ставлю на минимум. Дальше вот здесь загадочная кнопка с логотипом Omen. Я так думаю, это и называется кнопка Omen. Я долго не мог понять, зачем она нужна. Она ничего не делает, как вы можете заметить. Она ничего не делает. И потом, когда я уже начал изучать документацию, для того, чтобы вернуть свою старую подсветку, я обнаружил, что эта кнопка нужна для вызова программного обеспечения Omen. То есть, вы нажимаете эту кнопку, она просто у вас появляется на компе. Абсолютно очевидная, бесполезная кнопка. Ну и последнее здесь. Вы можете заметить, что control и пробел выглядят у меня как-то странно. Да, вы заметили абсолютно верно. Я разобрался, как снимать клавиши. На самом деле, это очень просто. Нужно просто потянуть ее вверх. Больше абсолютно никаких действий не требуется. Давайте прямо сейчас покажу. Вот, пожалуйста. Клавиши очень просто снимаются. Я как раз таки обнаружил это во время проблем с кнопкой control. Я нереально замучился с ее острой формой. Дело в том, что когда я играю в игры, я нажимаю control. Ну, как правило, это приседание. С помощью своей ладони. Вот, смотрите, как я нажимаю control. Вот так вот. Вот такое у меня движение. Вот такое у меня движение для приседания. Вот. И я подумал, а почему бы мне просто не перевернуть эту кнопку, если она имеет такую ярко выраженную, острую форму. Пусть она острым углом смотрит в другую сторону. И я так и сделал. И стало, смотрите, стало просто идеально. Смотрите, теперь кнопка control ровно ложится прямо на ладонь. Ну, или ладонь ложится на кнопку control ровно так, как будто бы это и было задумано таким образом. Почему разработчики не сделали сразу такую кнопку control, я не знаю. Это же абсолютно очевидно. И также я перевернул пробел, потому что нажимать большим пальцем тоже более удобно, когда он имеет вот такую форму. Вообще, до этого я додумался не сам. Мне подсказал мой топ-донатер GodlikeHobbit в дискорде у ProtoAus. Сейчас вы как раз видите скриншот оттуда, и как только я это увидел, я сразу же это сделал с двумя проблемными для меня кнопками. Кстати, также можно заметить, что высота пробела даже чуть-чуть понизилась из-за того, что я его перевернул. И из-за этого также стало меньше случайных нажатий. Ну и последнее, что я хотел бы сказать, наверное, это отзыв о непосредственно самом гейминге на этой клавиатуре на новых свитчах. Я не знаю, может быть, это я сам себя убедил, но я чувствую, что я стал играть лучше. Ну или хотя бы, что мне стало играть комфортнее, удобнее, и я чувствую больший потенциал. Конечно, не было такого, что когда я научился пользоваться этой клавиатурой, прям вау, бух, и у меня новые рекорды один за одним. Нет, такого нет. Наверное, так и не должно быть, это невозможно. Но все равно какое-то приятное ощущение от использования подобного девайса у меня есть. По надежности клавиатура себя отлично показывает. Ну, с другой стороны, это и неудивительно. Прошел всего лишь месяц. Это было бы странно, если бы за один месяц все пошло не так. Так, пробел. Просто пробел. Как мне отучиться нажимать пробел? Как только появляется свободная секунда, я тут же подрубаю на Твиче, на Ютубе, где угодно. Кстати, эта клавиатура выпускается в точно таком же виде, по точно такой же цене, только с коричневыми свечами. Так что, если вы хотите обзор на коричневые свечи, сравнение красных свечей с коричневыми, и мои ощущения от этого, то вам нужно всего лишь дать мне дополнительные 7500 рублей, и я это сделаю. Что ж, теперь я думаю, это точно все, что я хотел вам рассказать. Спасибо огромное за просмотр этого видео. Итоговый отзыв по клавиатуре. Мне очень нравится, и я ни капельки не пожалел о ее покупке. Чтобы увидеть, как эта клавиатура проявляет себя в деле, заходите на мои стримы по ссылке в описании. Стримы проходят на Твиче очень часто, где мы проходим игры на скорость. Всем еще раз спасибо, всем пока. И это Господь, Господь и Писус, Христос. Это Господь Господь и Писус Христос